В сердце высокогорных равнин Центральной Африки пирамида обозначает место, откуда берет начало Великая река. С нескольких капель начинает Нил свой путь длиной в 6000 километров. Он несет воды на север, в Средиземное море, пересекая половину Африки. 7000 лет он связан с великими цивилизациями. Здесь рождались и умирали великие царства, рождались и умирали боги. Судьба их была неразрывно связана с этой рекой, которую они так и не смогли подчинить себе. Сегодня человек по-прежнему находится в зависимости от Нила, но все же пытается навязать реке свою волю. Команда Кусто хочет выяснить, как повлияла деятельность человека на жизнь самой длинной реки в мире. Участники группы пролетят вдоль Нила на гидроплане модели Каталина. За 10 месяцев путешествия им предстоит познакомиться с богатым животным и растительным миром этих мест, кое-где оставшимся нетронутым и сохранившим свой первозданный вид. Великая река несет свои воды на север, через горы, болотистые низины и пустыню. Всем жаждущим дает она жизнь. Человеку, поселившемуся по берегам, нужно много воды. Еще в глубокой древности научился он использовать воды Нила для обработки земли. Сегодня в защите нуждаются не только наследие древних цивилизаций, природные оазисы и редкие виды животных. Современные технологические достижения часто создают значительно более серьезные проблемы, чем те, которые они были призваны решать. Человек стремится сохранить выдающиеся вехи своей истории, расположенные в дельте Нила. Однако сейчас сама река нуждается в защите от человека. Подводная Одиссея команды Кусто Посвящается тем, кто борется за сохранение жизни на планете. Режиссер Филипп Кусто Фильм снят при содействии Музея океанографии «Монако». Филипп и Жак и Кусто, раньше исследовавшие в основном морские глубины, решили изменить поле своей деятельности. Первой остановкой в их путешествии станут истоки Нила. Каталина вылетает с побережья Корсики, где Кусто и команда Калипса занимаются изучением состояния вод Средиземного моря. Членам экспедиции предстоит изучение одной из самых важных экосистем региона. Ведь река Нил ежегодно сбрасывает в это внутреннее море 84 миллиарда кубометров воды. Кусто и его коллегам предстоит прилететь над пустыней Сахара до гор Рувензори, которые также называют лунными горами. Это главная горная система внутренней Африки. Это серьезная преграда для исследователей. Высота отдельных пиков достигает 5000 метров, что является порогом высоты для самолета модели Каталина. Здесь, на большой высоте, среди облаков, насыщенных влагой с Атлантики, и находится истинный исток Нила. В горах Рувензори всегда очень высокая влажность. Для самолета, летящего среди горных вершин, это один из самых сложных воздушных маршрутов. Дождевые облака, охлаждаясь вблизи покрытых льдом и снегом вершин, становятся причиной обильных дождей. Дожди порождают бурные потоки, несущиеся к озерам Альберта и Виктория, откуда берет начало река Белый Нил. Сумев преодолеть завесу облаков, путешественники различают тонкую нить порогов верхнего течения Нила, исследованные лишь сто лет назад. Капитан Кусто сверяет по карте маршрут, по которому река пересекает территорию Ганды, а Филипп снижается, чтобы рассмотреть острова Сесе, расположенные в северной части озера Виктория, недалеко от аэропорта НТБ. Члены экспедиции впервые сталкиваются с необычным феноменом. С поверхности озера в воздух поднимаются причудливо извивающиеся туманные колонны. Филипп, полагая, что это могут быть небольшие смерчи или вихреобразные скопления пыли, осторожно ведет самолет к центру озера. Несмотря на то, что самолет летит на высоте 100 метров, странные колонны значительно выше этого уровня. Внезапно самолет входит в одно такое образование. И Кусто сразу понимает природу этих таинственных завихрений. Это настоящие тучи насекомых, парящие над поверхностью воды. Внезапно на одной из этих облаков обрушивается стая птиц, подобной армаде истребителей. И члены Кусто наблюдают, как мудро природа поддерживает баланс видов. С Avecейс Филипп сажает самолет на водную гладь. Ветер на глазах относит сумрачные тучи насекомых к западу, к группе островов, лежащей на их пути. Не обращая внимания на птиц, насекомые летят прочь от центра озера, где появились на свет. Огромная численность позволяет этому виду сохраняться в любых условиях. Их крылья шумят, словно проливной дождь. Они проживут от 6 до 12 часов с того момента, как поднимутся в воздух с поверхности воды. У них только одна цель – найти себе пару и умереть. Период развития личинки до стадии взрослого насекомого составляет у этого вида всего несколько часов. Затем следует короткая активная фаза, когда они покидают озеро для спаривания, а затем, обессилев, падают в воду, где их поджидают рыбы. Группа речных порогов Группа речных порогов указывает на место, где в 1862 году офицер английской армии Джон Хеннингс Пик преодолел водопады Риппон и предположил, что Нил вытекает из озера Виктория. Но лишь много лет спустя эта гипотеза подтвердилась. Сейчас водопады Риппон ушли под воду из-за строительства гидротехнического узла и повышения уровня воды в озере. Совершив посадку в одной из заводей озера Виктория, участники экспедиции отправились на берег. Поставив Каталину на якорь, Кусто решает совершить пешие путешествия вглубь Уганды, где еще сохранились крупные стада диких животных. Из года в год Дикая Африка все больше отступает под давлением современной цивилизации. Мы углублялись в бескрайней саванны и видели, как пышно цветет здесь жизнь. И у меня невольно возникало чувство, что я здесь чужак, турист, явившийся из другого времени. Многие из нас, те, кто вырос в так называемых развитых странах, привыкли видеть этих животных в зоопарках. Когда я увидел их в естественной среде, у меня возникло чувство, что я вернулся в глубокую древность, картины которой вставали перед моими глазами. Ведь большинство этих животных оставляют после себя ощущение встречи с чем-то волшебным. В мире, в котором царит единообразие, в котором ценность связана с полезностью, эти животные, как и многие другие, будут вынуждены исчезнуть, чтобы освободить место другим более привлекательным с коммерческой точки зрения. Глядя на них, я никак не мог избавиться от горького чувства потери. В этой стране все еще сохранились уникальные существа, которых нигде больше нет. Их утрата будет невосполнима. Окружающая жизнь поражает красотой и разнообразием форм, созерцание которых никого не может оставить равнодушным. Львийца прекрасная охотница, но сегодня ей не повезло. Наш внедорожник не справился с местной дорогой. Приходится звать на помощь любопытных местных жителей. Еще одна группа отправляется в путь под руководством Филиппа. Вместе с Домиником Сумианом и операторами они покидают самолет, чтобы отправиться на остров, где живут летучие лисицы. Они принадлежат грызунам, составляющим пятую часть животного мира Земли. Защищенные от врагов рекой, эти животные с комфортом расположились на ветках деревьев. Летающие создания с головами лисиц живут группами и проводят время в постоянных ссорах друг с другом в ожидании ночи. Но вот солнце наконец село, и колония летучих лисиц оживляется. Данный вид летучих мышей ведет ночной образ жизни и ест бананы, манго, ананасы и другие фрукты, при этом опустошая сельхозугодия и сады местных жителей. С рассветом, причудливо размахивая своими перепончатыми крыльями, летучие лисицы возвращаются на свой остров. Наевшись за ночь, они занимают свое место на ветвях деревьев. Их так много, что деревья порой ломаются под их весом. Одни охотники засыпают, крепко уцепившись за ветки, а другие только просыпаются. Угандийские рыбаки сильно хлопают шестами по поверхности воды, загоняя в сети крупную рыбу. С берега за ними следит другой мастер рыбной ловли – птица Марабу. Исследователи просыпаются на борту Каталины. Удобно устроившись на ночь, на фюзеляже самолета, затянутом сверху противомоскитной сеткой, Доминик может спокойно наслаждаться великолепием окружающей его природы. В Нильской воде много всевозможных паразитов и возбудителей заболеваний. И перед употреблением ее обязательно нужно обрабатывать. А после этого Филипп и его товарищи могут позавтракать в обстановке, сделавшей бы честь любому ресторану. В полной тишине над озером пролетает стая пеликанов, садится на воду и тоже завтракает. Пеликаны и гиппопотамы не обращают внимания на самолет. Они начинают ловить рыбу, причем делают это одновременно. Однако на небольших островках есть и другие обитатели. Эти люди, живущие в плавучих хижинах из папируса, враждебно относятся к незнакомцам. Они из племени Карамоджа и приняли нас за своих врагов, которые вытеснили их на засушливые земли, из-за чего они вынуждены теперь приезжать на озеро для ловли рыбы. Это настоящие бездомные, для которых озеро стало домом. Обратившись к одному из этих рыбаков, я узнал, что он прекрасно говорит по-английски, потому что на нем сейчас общаются между собой племена. Он сказал, что в основном ловит речную рыбу, а затем спросил меня, не француз ли я, и как дела во Франции. Заинтригованный его вопросами, я ответил утвердительно. И на всякий случай добавил, что мы приплыли сюда не для рыбной ловли, а на экскурсию. Другой рыбак рассказал, почему людям племени Карамоджо приходится по полгода жить на этих островах. Они приезжают сюда из самого центра владений племени Карамоджо. В основном племя занимается сельским хозяйством, но в тех районах страны почти нет рек, это пустыня. Поэтому они зависят от артезианских скважин. На озеро они приезжают за водой и рыбой, чтобы компенсировать недостаток белков. Они живут здесь по пять месяцев, потом уезжают, чтобы затем вернуться вновь. Где им больше нравится? На озере, ведь здесь царит настоящее изобилие. Пойманная рыба коптится на кострах, чтобы потом послужить пищей для членов племени или для торговли в качестве средства обмена на другие продукты. Но бывают настолько тяжелые времена, что все племя возвращается к реке. Берега Нилы для них – это родная земля и защита от врагов, и источник пищи, и воды, так необходимый для жизни в пустыне. Даже огромные марабу, способные ударом клюва перебить шею фламинго, тоже прилетают сюда в поисках добыч. На этом участке река перестает быть спокойной. Бурный поток движется на север по горным ущельям. Кусто и его коллеги подлетают к одному из самых впечатляющих участков течения самой длинной реки на свете. Этот водопад, носящий имя Мерчисона, был открыт в 1864 году этим английским аристократом, заядлым охотником, путешествовавшим вместе с супругой, Самуэль Флоренс Беккер. Во время полета на малой высоте, когда у всех членов группы невольно перехватило дыхание, Филипп пытается заснять на кинокамеру знаменитые пороги. Филипп пытается заснять на течениях. При посадке Каталина получила небольшие повреждения и для ремонта отправляется на якорную стоянку в стороне отводных каскадов. Исследователи приближаются к порогам на надувной лодке. Лавируя среди опасных водоворотов, они добираются почти до самой нижней кромки каскадов. Здесь обильные воды, текущие из озера Виктория, оказываются зажатыми в ущелье шириной всего в 6-7 метров, чтобы затем вырваться из него, подобно вулкану. Лавируя среди опасных водоворот Оказавшись на свободе, Нил опять спокойно течет по широкой речной долине. Здесь до сих пор можно увидеть стада диких животных, пасущихся среди травянистых равнин и речных низин. Вот греется на солнце нильский крокодил, вот пролетела речная цапля, а вот идет слониха со своим слоненком. Но для каждого вида в природе жестко ограничен предел естественной популяции. Стада слонов не могут превысить определенной численности из-за ограниченности корма. Как только возрастает численность газелей, зебр или антилоп, возрастает и численность львов и леопардов. А против неуязвимых крокодилов природа придумала средства, препятствующие их массовому появлению на свет. Огромная, но проворная самка крокодила выбрала для кладки неприступный и хорошо прогреваемый солнцем берег, надежно защитив ее от воды. Однако большое число яиц в таких кладках уничтожается хищниками, среди которых самым опасным является варан. Мы помешали ему. Поэтому он скрывается в зарослях, успев, тем не менее, разорить яичную кладку. Однако, похоже, один крокодильчик все-таки выживет. Продолжение следует... Участники экспедиции отпускают его в воду, и он отправляется в свое первое самостоятельное плавание. Его мать внимательно следит за процедурой спасения своего потомства, однако вряд ли она потом признает этого детенышу. Затем Филипп и его коллеги внезапно оказываются в самом центре крупного стада бегемотов. Обычно это миролюбивые создания, особенно если их не дразнить, но в период брачных игр они преображаются. Ежегодно от них погибает больше людей, чем от слонов и львов вместе взятых. В сезон спаривания самцы могут даже убить соперника своими огромными клыками, что редко встречается среди особей одного вида. Вес этих животных достигает двух тонн. На суше они неуклюжи. У них короткие толстые ноги, слишком маленькие для огромного тела, поэтому они обычно выходят из воды лишь по ночам, отходя от воды на несколько километров, чтобы в волю попастись. Несмотря на то, что птица помогает животному избавляться от паразитов, этот гиппопотам не испытывает к ней дружеских симпатий. Являясь наиболее вероятным местом зарождения человеческой цивилизации, Африка оставалась неизвестной для западных ученых. Северная часть континента, от Красного моря до Атлантики, в VII веке н.э. попала под владычество арабских племен. Через несколько веков юг континента был захвачен европейскими колонизаторами, а Центральная Африка так и продолжает называться Черным континентом. Ее население осторожно и неохотно идет на контакт с окружающим миром, подобно болотной антилопе Ситатунги, прячущиеся от преследования под водой и способные даже умереть от испуга. Продвижение чужеземцев вглубь континента остановили вовсе не местные борцы за независимость. Эти первобытные народы, их культуру и жизненный уклад сохранила маленькая муха под названием Цэцэ. Муха Цэцэ играет в истории освоения Черной Африки весьма значительную роль. Животные, обитающие в дикой природе, имеют иммунитет к распространяемой ею сонной лихорадке. Погибают только лошади и буйволы. Если бы не муха Цэцэ, восток африканского континента стал бы пастбищем для гигантских табунов копытных травоядных. Ведь эти животные были завезены сюда людьми из других регионов мира. В Институте ветеринарной медицины тропических государств Жак Эвкусто встретился с доктором Жаном Грувелем, занимающимся изучением мухи Цэцэ, проводящим опыты на насекомых, выращенных в лаборатории. Во время экспедиции мы два или три раза видели этих мух, но такого их количества, как здесь, никогда. А ведь мухи Цэцэ играют важную роль в экологическом равновесии и не только в животном мире, но и среди племен, населяющих Африку. Ведь болезни, которые она переносит, могут уничтожить стада домашних животных. Муха Цэцэ действительно является переносчиком двух опасных заболеваний – сонной лихорадки и слоновости, которые вызывают массовую гибель диких животных в местах обитания насекомых. Сейчас я покажу вам, как кусает муха Цэцэ. Покажу вам на собственном примере. Прошу вас. Вот так. Муха готовится к укусу. У нее уходит примерно минута на то, чтобы выбрать место для введения хоботка под кожу и начать отсасывать кровь. Вот так зараженные насекомые переносят паразитов, развивающихся в их слюнных железах от больных животных к здоровым. Однако лишь в начале прошлого века была установлена причина и описаны симптомы этого опасного заболевания, распространяемого мухой Цэцэ. У пациентов наблюдаются судорожные подергивания конечностей, жар, затруднена речь, лицо сводит судороги, а язык становится белым. Эти признаки проявляются у зараженных на последней стадии развития болезни. В результате развиваются нарушения сна, человек постепенно погружается в полулитургическое состояние и умирает. В отдельных случаях это заболевание может быть полностью излечено. Однако здесь, в центре деревни, буйволы племени полупервобытных скотоводов Динка, являющиеся основой существования его членов и пасущиеся на редких в этих местах клочках, выжженной солнцем травы, защищены от опасных насекомых. Дым от сжигаемых буйволовых лепешек надежно защищает животных и людей, отпугивая мириады москитов и других кровососущих насекомых. Из любопытства члены племени все же берут у команды кусту лекарства, лечебные мази и средства оказания первой помощи. Достижения медицины их не впечатляют. У них есть собственные методы врачевания. Значительную роль в них играют экскременты животных. Например, моча буйволов используется в качестве дезинфицирующего средства, а также для умывания, консервации пищевых продуктов и средства от укусов насекомых. В ней также моют маленьких детей, чтобы предотвратить инфекцию. Буйволы считаются членами племени. Их мясо употребляют в пищу только после смерти животных, а молоко, а также кровь буйволов в небольших количествах используется людьми в пищу и на корм другим домашним животным. Племя Динка – это открытый и дружелюбный народ, приспособившийся к суровой жизни. Они не подчиняются вождю, как другие племена. Это племя строит только временные жилища и кочует с места на место в зависимости от уровня воды в реке. Большую роль играют ритуальные игры. Эта девушка готовится принять участие в танце, обозначающем свадебный обряд. Правда, она выступает в нем в роли судьи, а не участница. На подобных празднествах танцуют и демонстрируют свои достоинства мужчины, желающие привлечь внимание женщин. Они поднимают вверх столько пальцев, сколько коров в их стаде. А это важно в период голода. Субтитры создавал DimaTorzok Участники экспедиции продолжают свой путь. Благодаря авиации этот участок континента можно пересечь всего за несколько часов. А раньше на то, чтобы пересечь обширные болота на лодках из папируса, уходили месяцы. Муха ЦЦ долгое время защищала одну часть Африки от окружающего мира, а густые джунгли стали надежной защитой для других его районов. На континенте все еще сохранились заповедные уголки живой природы. Субтитры создавал DimaTorzok Экипаж Каталины изучает данные метеосводки. На пути экспедиции бушует сильная гроза. Филипп решает переждать ее на одной из рек вблизи деревни племени Шелук. Рыбяки вынимают сети, готовясь к буре и члены экипажа, гидропланы также принимают защитные меры. В этих болотистых районах из-за испарения Нил теряет примерно половину своего первоначального объема, и влага выпадает затем в виде тропических ливней, затрудняющих работу небольших аэропортов, расположенных к северу. Члены племени Шелук связаны с племенем Динка кровными узами, но ведут другой образ жизни. Их кормит река. В отличие от Динка, они чтут светскую власть, обожествляя своего вождя. Для этого народа, отдельные группы которого разбросаны на большой территории, вождь играет не только символическую роль объединителя племени. Он служит символом процветания. Если племя начинает испытывать какие-либо трудности, или если вождь стар, его ритуально убивают. Вода в реке Нил такая мутная, что ни один рыбак племени Шелук не скажет, какую рыбу поймал, пока не вытащит ее на берег. Для съемки и демонстрации поведения рыб в природной среде Филипп и Доминик подготовили небольшой бассейн. В него помещают рыбу, только что извлеченные сетей. Среди отобранных экземпляров есть и большая рыба-тигр. Жители, обильно покрытые ритуальными символами, с интересом наблюдают за Филиппом, готовящимся к погружению. В этом искусственном водоеме рыба чувствует себя неуверенно. Среди них есть нильский окунь, вес которого достигает 75 килограммов. А это рыба-нянька, чьи мальки при малейшей угрозе прячутся в пасте отцов. А это рыбы-кошки. Подвижные выросты на головах позволяют им легко ориентироваться в мутной воде. Решив исследовать необычное устройство, один из местных рыбаков тоже надевает маску, чтобы увидеть мир, который находится под его ногами, но которого он ни разу еще не видел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 КОНЕЦ Однако отсутствие в этих местах мухи ЦЦ означает также, что она не защищает племя от внешней угрозы. Еще совсем недавно шелуков можно было встретить на невольничьих рынках. Основными покупателями рабов были арабы, однако большая часть набегов обычно совершалась другими племенами, продававшими шелуков работорговцам. Участники набегов разоряли деревни, безжалостно оставляли умирать раненых, а здоровых людей, словно скот, отвозили далеко на север, на невольничьи рынки Хартума. Река течет и течет на север, меняется ландшафт. Теперь жизнь всех живых существ связана с Нилом. В пустынной засушливой местности успех земледелий зависит от орошения полей. Древняя римская поговорка гласит «Аутнилус, аутнигил», то есть «за пределами Нила» значит «за пределами жизни». У города Хартум, столица Судана, Белый Нил соединяется со своим братом, Голубым Нилом, несущим свои воды из Эфиопии и приносящим две трети объема Великой реки. Три с половиной тысячи километров отсюда, до истоков Нила, Филипп сажает самолет на воду, вблизи президентского дворца, стены которого видели много великих исторических событий. В Артуме когда-то был крупнейший невольничий рынок, и арабы съезжали сюда, чтобы купить африканцев из глубины континента. Сейчас это место известно как крупнейший рынок верблюдов, животных с весьма дурным нравом, тысячи лет возящих грузы по караванным путям через Сахару на запад континента. Хартум сыграл важнейшую роль в распространении ислама на север Африке, а также в Испанию и на йог Франции. Именно здесь сто лет назад развернулась решающая битва между западной культурой и исламским миром, которая вывела Черную Африку из изоляции. Несмотря на то, что основу процветания Судана составляли приходившие из стран Запада технологии, доминирующим фактором влияния на его население был и остается ислам. Здесь посетители мечети могут присоединиться к группам верующих, пять раз в день совершающих священный намаз. Субтитры создавал DimaTorzok Под сводами мечети гулко звучат слова молитвы. Но мы слышим в них иронию истории, ведь до 1870 года здесь располагался форт генерала Чарльза Джорджона Гордона, искателя приключений, который вел непримиримую борьбу с рабством. Однако подобные действия со стороны Англии спровоцировали реакцию исламского мира. Англичанам объявили джихад, священную войну с неверными. Лидером ее стал шейх Махди. В марте 1884 года Махди осадил в Хартуме дворец, где находился Гордон с небольшим отрядом войск. С этой террасы Гордон мог лишь день за днем беспомощно наблюдать за другим берегом Нила, на котором располагался военный лагерь Махди. В январе 1885 года войска Махди взяли город штурмом, вооруженные фанатики мчались по лестнице в поисках ненавистного врага. За несколько часов Хартум был полностью захвачен, Гордон убит, а Махди провозгласил себя победителем. Однако ему не суждено было насладиться триумфом. Махди скоро умер. В 1898 году, через 15 лет после смерти Гордона, история изменила свое течение. Здесь, в Омдурмане, в нескольких километрах от Хартума, войско Махди готовилось отразить атаку английских солдат под командованием лорда Китченера. Их поражение положило конец работорговле в Африке. Однако в этих местах происходили и другие перемены. Выведенная из глубокого сна громом английских орудий Африка всего за один век была поделена на колонии, а затем обрела независимость. На смену одиночкам исследователям, работорговцам и борцам за свободу пришли предприниматели и инженеры. Вслед за военными судами в Африку проникли паровые машины и тракторы. Сегодня Нил уже не несет свои воды так свободно, как раньше. Люди старательно подчиняют себе этого великана, словно лилипуты гулливера. Наша экспедиция все дальше уходила на север, к Средиземному морю и Египту. До моря лишь 3000 километров. За нашей спиной остались необузданные мощь верховьев, гигантские пороги и живущие на берегах полудикие племена. Здесь, в низовьях, река постепенно начинает делать то, что от нее хочет человек. Продвигаясь на север, пересекая страну фараонов, мы наблюдали, как современный человек стремится найти простые решения, не осознавая последствий подобных изменений. И у нас часто возникало чувство, что Великая река куда мудрее, чем тот, кто стремится ее обуздать. Фильм озвучен в студии ИНИС по заказу Союз Видео. ИНИС по заказу Союз Видео. Фильм озвучен в студии ИНИС по заказу Союз Видео.